Добрый день, меня зовут Валер Атару, я основатель компании БИЗ, одной из самых крупных тренинговых компаний в Молдове. И сегодня у нас в гостях Николай Латанский. Добрый день, Николай. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Давайте для начала скажем, чтобы люди поняли, кто такой Николай Латанский в нескольких словах. Если говорить в нескольких словах, то Николай Латанский – это человек, который уже более 10 лет последних помогает людям по всему миру, а на самом деле на сегодняшний день это уже более чем 70 стран на 6 континентах, понять людям, зачем они в этот мир пришли, и начать жить осознанно и смысленно жизнью, и превращать свою жизнь в шедевр, используя законы, правила, принципы успеха, которыми я обучаю при помощи тренингов, коучинговых программ, мастер-классов, семинаров. Это то, чем я занимаюсь, начиная с 1 февраля 2007 года. Уже прошло 10 лет. Уже прошло более 10 лет. Ну, надеемся, в следующие 10 лет будут еще крупные мероприятия, и будете, наконец-то, на американском рынке. Ну, мы уже работаем на американском рынке, не так активно, как на русскоязычном пространстве, но, тем не менее, с февраля 2017 года, как раз у нас был юбилей, мы 1 февраля праздновали десятилетие компании, мы жили на Манхэттене, целый месяц мы прожили в Нью-Йорке, 1 февраля мы отпраздновали десятилетие, встретили наших клиентов, они русскоязычные, но живут в Нью-Йорке, кто в Манхэттене, кто в Бруклине, отпраздновали десятилетие компании, и как раз в феврале 2017 года мы считаем начало выхода на американский рынок, англоязычный рынок и американский рынок. И тоже тогда в Америке, правда уже в апреле, вы начали новый тренинг, вообще-то мастер-класс, который называется «Разбуди себя, гения», который будет сегодня вечером с 6.37 до 10.00 вечера. Или 10.30, зависит от группы, группа иногда так вовлекается, что хотят больше, больше, больше. Да, мастер-класс «Разбуди себя, гения», он возник, на самом деле, дебют состоялся в феврале, а начиная с марта мы делаем мировой тур. Уже Молдова – это 14-я страна, а в городах я уже давно потерял отчет, 20 с лишним городов, где этот мастер-класс проходил «Разбуди себя, гения». И мы за эти 3-3,5 часа, я делюсь с людьми инструментами того, те самые ключевые инструменты, которые мы используем в более чем 10 наших тренинговых программ. Идея этого мастер-класса возникла в октябре прошлого года, когда мы прилетели на отдых в Мексику, точнее, на отдых, и я собирался три недели писать книгу свою. Но буквально с ощущения я понял, что я буду не книгу писать, я должен сделать что-то, что можно людям дать за очень короткий промежуток времени. Потому что у нас есть тренинги двухдневные, трехдневные, четырех, пяти, шестидневные тренинги, даже восьмидневные тренинги в высоко в горах в Карпатах, которые мы в августе проводим. У людей забираем мобильные телефоны, часы, ведем их высоко в горы, они живут в палатках, пьют воду из горного ручья, окупаются там же чуть ниже по течению при температуре плюс четыре, плюс шесть градусов. У нас есть все, было все. Но не было чего-то такого небольшого, короткого, чтобы человек пришел и за три часа получил инструменты, и вышел, и начал тут же менять свою жизнь. И вот так родилась, возникла идея мастер-класса «Разбуди все гения», и мы сейчас путешествуем по всему миру, проводим этот трехчасовый мастер-класс, люди выходят и начинают тут же менять свою жизнь. А какой главный результат этого мастер-класса? Как меняют они жизнь? Главный результат мастер-класса самый главный. И то, к чему я стремлюсь за эти три-три с половиной часа, это научить человека доверять себе, верить себе, прекратить смотреть по сторонам в поисках правильных ответов, правильных решений, потому что все ответы и решения содержатся внутри нас. Вопрос только в том, как их оттуда изъять, вытащить из глубин подсознания, получить ответы от интуиции и находясь в контакте с сердцем, с душой. Хорошо. Давайте поговорим по теме тренингов вообще. Есть часть людей, которые нравятся тренинги, ходят на тренинги. Даже у нас в Молдове я сам организую тренинги и вижу, что есть одна часть, кочуясь с одного тренинга на другой. Но есть другая часть, которая не скептически относится вообще к тренингам, тренерам и так далее. Может, сейчас кто-то смотрит, говорит, а кто такой Николай Алтанский, что он может тут меня научить и так далее. Почему люди вообще должны ходить на тренинги? Люди ничего не должны делать. Во-первых, я никого не заставляю никуда ходить. И тем более я не предлагаю бегать по тренингам. Вот у нас бывает, я тоже вижу таких студентов, к нам приходят, прошли у нас обучение, один тренинг, второй, третий, четвертый, пятый, ничего не делают для своей жизни, но зато они потом пошли на 8, 10, 20, 25, 30 тренинг. У других тренеров в жизни все равно ничего не меняется. Как пишет одна недавно наша клиентка Вита Коновалова из Киева, говорит, у вас не возникает такое ощущение, что от этих всех тренингов, от этих всех семинаров тошнит, уже просто слышать о них не хочется. Я пишу Вита, вот у меня тоже такое было раньше, когда я ходил в Макдональдс, меня тошнило, рвать хотелось. А когда я хожу в Мишленовский ресторан, такого никогда не было. Качество тренинга просто очень сильно отличается, и качество, и уровень тренеров отличаются. Я себе не позволяю ходить просто на какой-то тренинг. Если я иду, я точно знаю, что это человек, которому я обучаюсь, как правило, это американские тренеры, эксперты. Как правило, это люди мирового масштаба, люди, эксперты мировой величины. И я не хожу просто на тренинги ради тренинга. Ой, надо пойти на этот, потому что я здесь не был. Или пойти на этот, потому что этот приезжает сюда. Если я иду, я иду за какой-то конкретной задачей. У меня есть запрос, который я хочу, на который мне нужно получить ответ. Но на тренинги, которые вы ходите, они стоят тысячи долларов? Тысячи. Тысячи долларов. Тысячи долларов, да. У нас некоторые могут сейчас сказать, да, откуда у нас нет таких денег, мы не можем себе позволить. Я помню, когда ты читал, есть такой журнал «Сексес», Дэрен Харди, его издатель. И в этом журнале история Зига Зиглера. Зиг Зиглер, выдающийся мотиватор современности и главный тренер по продажам современной. Умер недавно, ушел из жизни. И он говорит, стою как-то на сцене, полный зал продавцов. Я провожу тренинг для продавцов какой-то большой корпорации. Я их учу целый день, учу, рассказываю, объясняю. И доходит момент, когда нужно продать другие мои тренинговые программы, которые стоят значительно дороже. Я рассказываю о тренинговой программе. Ни один из продавцов, а там их несколько сот сидит в зале, не пошевелился. И вдруг один такой зачуханный самый продавец поднимается. Позже я узнал, что это худший продавец компании. И начинает медленно, неуверенно, но направляться в конец зала, где, как я сказал, проходит регистрация на мой тренинг. Зиг Зиглер говорит. И все продавцы начинают спасать. Боб, ты куда пошел? Боб, остановись! Боб, у тебя же нет денег! Боб! На что Боб останавливается, оглядывает залом весь зал. Зал затихает, и Боб говорит, именно потому, что у меня нет денег сейчас, я пойду куплю эту программу, для того, чтобы позволить себе в своей жизни покупать все, что я хочу. Пошел, оплатил, прошел, а через два года, он сразу стал лучшим продавцом компании, через два года стал бизнес-партнером Зигом Зиглером, и с ним дальше по всему миру ездил, обучал других продавцов, как быть лучшими продавцами. Невозможно зарабатывать много, если мы в себя не инвестируем. И наоборот, если сейчас нет денег, значит нужно достать последние деньги, продать машину, как я это в свое время сделал, в 2007 году, поехал, продал машину. В тот год я заработал 5 тысяч долларов, суммарно, за весь год, но на следующий год уже 60, потому что я получил эти знания, но эти знания стоили мне проданной машины, которую я продал за 7 тысяч долларов. И поэтому, если сейчас зритель говорит, у меня нет денег, он тысячи там, или в Алик, когда организовывать, здесь стоит 100 долларов, 300 долларов мероприятия, тем более вы должны пойти продать ковер свой, продать свой телевизор, но пойти и заплатить сюда, чтобы инвестировать сюда в мозги. Илон Маск говорит, человеческий мозг это компьютер, и чем больше мы в него загружаем полезных знаний, информации, тем больше мы в жизни достигаем. А если мы экономим на себе, ходим просто бесплатные ресурсы в интернете, на ютюбе, где-нибудь там что-то, у меня тоже огромное количество бесплатных ютюб материалов, каждый день новое видео я выкладываю. Но даже если я все свои учебные программы отдам человеку бесплатно, которые суммарно стоят более чем 15 тысяч долларов, даже если я все отдам бесплатно, человек не начнет зарабатывать даже дополнительных 100 долларов в месяц. Потому что для того, чтобы получать, нужно всегда откладывать. Вообще, вы верите, например, у меня есть мантра, что бесплатно обучаться, это неэффективно, потому что я обучался бесплатно, ходил какие-то тренинги или находил в интернете, и ничего не использовал. Надо платить за тренинги или можно и бесплатно чему-то научиться? Можно ходить бесплатно, но когда мы вкладываем деньги, мы хотим обратно получить. Простой пример. В 2011 году мы проходили обучение в Лос-Анджелесе с моей женой. Пяти- или шестидневный тренинг был по интернет-бизнесу, который гарантировал каждому участнику в зале, даже если человек первый раз видит компьютер, тогда еще было много людей таких, они даже в аренду давали нам нетбуки, ну у нас был компьютер, нам не нужен был нетбуки, люди за шестидесят приходили, у них не было ничего, они вообще не знают, что такое интернет, но они создавали свой сайт, создавали свой блог, создавали первый инфопродукт, PDF-файл, настраивали систему платежей PayPal, и до конца тренинга делали продажу внутри зала, а потом за пределами зала. Вот когда этот тренинг проходил, нам предложили сделать PDF-файл, я сделал PDF-файл какой-то, там уже не помню о чем, и мы сначала друг другу его продавали за один доллар, что отличает профессионала от непрофессионала, один доллар. Если вы хотя бы один раз уже продали свои знания, умения, вы уже превратились в профессионала, не значит мастера, но это уже начало вашей профессии. Я помню тогда в качестве игры я купил за один файл, за один доллар файл для французов, о недвижимости в Калифорнии на французском языке. Купил себе, положил на рабочий стол на компьютере, проходит полгода, и что я обнаруживаю? За эти полгода на рабочем столе я очень много всякого мусора убрал, а этот файл на французском языке, который я не знаю, по-прежнему висит у меня на рабочем столе. Файл, который мне абсолютно бесполезен, недвижимость я не собираюсь покупать, тем более на французском языке, а калифорнийской недвижимости я не собираюсь узнавать. И до меня через полгода дошло. Из-за того, что я туда один доллар заплатил, для меня это ценно. Точно так же, когда мы идем на тренинг, платим деньги, или проходим онлайн-курс, платим деньги, для нас это превращается в ценность, и мы хотим как минимум эти же деньги обратно получить. Поэтому, когда бесплатно дается, мы это не оценим в большинстве случаев. Мы можем извлечь пользу, но когда мы платим деньги, у нас внутренне это есть желание назад, обратно получить. И мне понадобилось усилие, чтобы тот файл таки удалить. Я потом, когда это понял, я его со скрипя душой перетащил в корзину и удалил. И вопрос тут не в том, один доллар или сто, или тысячу. Это просто деньги, которые были уплачены. Да, это правда. Чем больше платишь, тем мотивация больше что-то оттуда взять, какие-то знания и хотя бы инвестиции. И именно чем больше платишь, тем больше шансов будет на успех. Чем меньше платишь, тем, соответственно, ценится меньше. Да. А тут вопрос появился. Для кого будет полезен мастер-класс? Мастер-класс полезен для всех тех, кто хочет... Во-первых, кто хочет, кто верит в то, что каждый человек рождается гением. Я в это верю. Другое дело, что потом в процессе воспитания родители, воспитатели в детском саду, преподаватели, наше окружение эту веру нам стирает. Те, кто хочет, те, кто знает, что они гении, те, кто чувствует, что внутри что-то есть, какой-то потенциал, но он до сих пор не закрыт. И кто хочет поменять свою жизнь и начать жить на новом уровне. И неважно, сколько вам сейчас лет, какой у вас социальный статус, какой у вас уровень дохода, какое у вас происхождение, все это не имеет ни малейшего значения. Если мы хотим шедевр собственной жизни создать. Еще тут вопрос. Еще не поздно приобрести билеты, где можно купить. Это вопрос к вам, Вали. Да. Билеты можно купить и сегодня на мастер-классе. Мастер-класс будет начинаться с 18.30, регистрация с 18.00 до 18.30. Мастер-класс будет проходить в отеле Ария, который находится на улице Алба-Юлия, 7 дропей 1. Там в один из конференц-залов будет проходить мастер-класс. На мастер-классе будут в районе 100 человек. И то, что я могу вам сказать, что если вы пойдете на мастер-класс без своего мужа, без своей жены, без своих детей, без своих родителей, без своих коллег, без подчиненных, самое большое сожаление в конце дня, которое у вас будет сегодня, это то, что как же так, я их с собой не позвал, а не позвал. Вы придете вечером домой, будете рассказывать, прожужите всем своим родным и близким уши, а они вам скажут вот этот, и почему нас там сегодня не было. Поэтому брать нужно всех. А вообще бизнесменам нужно идти на этот уровень? Если они нашли уже свое призвание, скажем, если я нашел, нужно ли мне идти на этот мастер-класс? Это похоже на вопрос из разряда пассивный доход. Некоторые люди верят в пассивный доход. И некоторые люди верят в 4-часовую рабочую неделю. Кит Каннингем, один из моих бизнес-наставников, тот самый человек, который поделился, богатый папа его называет, который поделился всей своей финансовой грамотностью с Робертом Киосаки, и говорит, 4-часовая рабочая неделя возможно, если ваши конкуренты работают 2. Точно так же и бизнесмены. Можно никуда не ходить, можно ничему не обучаться, если вас все устраивает, просто знайте, что конкуренты вас обгонят на следующем повороте. Надо сказать, что это мастер-класс, это не мотивация. Тут никого не будет кричать, да, вы должны... Откуда вы знаете? Все равно будет более... Все может быть на этом мастер-классе, потому что все определяется группой. И если надо, я как бы в Кизыларде маршировал по сцене, под музыку, которую мне очень смекалистые звукорежиссеры включили, потому что там нужно было очень сильно встряснуть зал, и там 100 с лишним человек был в зал. И это понадобилось. Может и здесь понадобится, поэтому никто не знает, чем это. Это точно... Мастер-класс у нас есть программа, но группа определяет очень сильно подачу. То есть, чтобы быть на мастер-классе... То, что будет интересно, ярко, весело, запоминающееся, это гарантирую я. Да, да. Да. Зная Николая, как он выступает на сцене в виде некоторых видео, хочу сказать, что будет очень интересно, очень энергично, очень позитивно. И самое главное, то, что я гарантирую, каждый человек в зале ощутит, испытает опыт осознания и понимания. Я таки гений. Во мне эти ресурсы есть и были всегда. Другое дело, что я о них не знал. Спасибо, что сегодня я о них узнал. И вы с сегодняшнего дня начнете раскрывать свой потенциал так, как этого не было никогда. Хорошо. Я раскрыл гений. Что дальше? Что делать с этим? Ну, тоже вопрос мне напоминает. До сих пор я был слеп, у меня были глаза заклеены. И я ходил, держался за палочку, держался за людей, меня водили по жизни. Вдруг у меня проявилось зрение, мне сделали операцию на гликстолике глаза, я теперь вижу сам. Что дальше? Получать радость и удовольствие от жизни, живя на полную и ярко. А как можно жить на полную? Вот как вы живете на полную и на ярко? Можно жить на полную и ярко, это значит, когда у нас, когда, во-первых, мы сами себе ограничения не устанавливаем, не говорим, ой, у меня 100 долларов нет на мастер-класс. Ну, мастер-класс у нас-то дешевле здесь стоит, насколько я помню. Ну, или 100 долларов нет на тренинг. Когда мы не начинаем, ой, та страна, это далеко, ой, я не могу поехать за границу, потому что это дорога, ой, я не могу пойти в эту работу, потому что там без знаний каких-то особенных, без связей не берут. Мы, когда мы живем на полную, у нас практически нет каких-либо ограничений. И все, что нам вздумается, хочешь в космос полететь, это не за... О, мне уже 40 лет, какой космос? Но если действительно хочешь, хотел бы, делал бы, говорит мой учитель Байрон Кейти. Когда у нас нет этих ограничений, мы позволяем себе делать то, чего большинство людей не позволяет. И такая жизнь становится яркой, интересной. Мы каждый день живем так, что мы даже не знаем, мы не подозреваем, чем сегодня день закончится, но когда день заканчивается, мы думаем, вау, вот это был яркий день в моей жизни. И так можно жить каждый день. Тоже такой вопрос. Мы говорили о том, что многие люди сейчас эмигрируют за границей. Вообще, вот, скажем, я нашел свою гениальность, то есть я раскрыл свою гениальность. И говорим, что нет ограничений. Нужно ли здесь, в стране, эту гениальность дарить людям? Или вы за то, что неважно где, главное, чтобы раскрывать? Я за то, что мы, когда рождаемся, мы рождаемся по определенной причине, то, во что я верю. Мы, когда перед тем, как родиться, мы выбираем, в какой стране мы родимся, душа выбирает. В каком теле? В теле здорового человека, теле больного человека, инвалидов. В какой семье? В семье какого вероисповедания? У родителей интеллектуалов или у родителей алкоголиков? Душа каким-то образом выбирает для себя этот опыт, жизненный путь. Если мы спасаемся бегством, уезжаем в другую страну, но здесь мы себя не раскрыли, не реализовали, это значит, что в моем понимании душа не выполнила свою задачу. Когда мы здесь, на месте, уже действительно сделали все от нас зависящее, реализовали себя и дальше чувствуем все, нашему масштабу больше здесь нет места, нам нужно выходить дальше, тогда можно говорить о переезде в другую страну. Но для большинства людей это просто побег и безответственность. По моим наблюдениям за иммигрантами, в большинстве случаев это просто побег и безответственность. И человек, если он здесь не реализовался, он там вряд ли реализуется. Там может быть будет чуть больше денег, там может быть будет чуть больше лучших условий для жизни и автомобиль покрасивее. Но в душе будет пустота, потому что здесь я себя не раскрыл на 100%, на тысячу даже. Я вижу тут книжку у нас, формула настоящего успеха. Я знаю, что вообще мастер-класс, она базируется на этой формуле и есть тест навигатора успеха в интернете, который можно пройти на сайте. У нас есть формула настоящего успеха. Когда меня спрашивают, скажите несколько шагов, что должен делать человек для того, чтобы стать успешным. Тогда я говорю, несколько у меня нет, у меня есть 7 шагов. 7 шагов это как раз формула настоящего успеха. Первый шаг, прекратите жить чужой жизни. Прекратите повторять за кем-то, копировать в надежде, что вы тоже будете успешным. Доверяйте себе, делайте то, что другие не делают, но то, что вы чувствуете, должны делать. Второй шаг, поймите свое предназначение. У каждого из нас есть свои дары и таланты уникальные. Некоторые говорят, как я же не уникальный обычный человек. Тогда я предлагаю, посмотрите на свой отпечаток пальца. И скажите, есть ли среди 7 с лишним миллиардов людей, живущих сейчас на планете Земля, человек с таким же, как у вас, отпечатком? Люди говорят, нет, конечно. Все это знают и понимают. Если мы на физическом уровне настолько сильно отличаемся от остальных, то насколько сильно мы отличаемся на внутреннем, глубинном, духовном уровне. Это второй шаг, поймите свое предназначение. Третий шаг, избавьтесь от страха, доверьтесь Вселенной. Этот шаг хорошо понятен предпринимателям, но очень сложно понятен тем людям, кто не рисковал настолько, чтобы свой бизнес создать. Четвертый шаг, найдите наставника. И очень сложно идти по жизни в одиночку. А если мы находим человека, который уже находится там наверху, находится там, где хотим быть мы, он может протянуть нам руку помощи и провести нас туда наверх. Пятый шаг, примите решение стать мастером. И это то, что отличает супер успешных людей. Супер успешные люди, они не разрешают себе посредственности. Они если чем-то занимаются, они делают это лучше, чем кто-либо другой. Соответственно, и зарабатывают больше, чем кто-либо другой. Шестой шаг, создайте окружение роста. Создайте такое окружение, в котором будет дискомфортно, неуютно, потому что люди вокруг будут значительно более успешны. Мы в большинстве случаев склонны к тому, чтобы окружать себя старыми друзьями, однокашниками, какими-то одногруппниками, окружение, с которым мы уже 10, 20, 30, 40, 50 и больше лет вместе находимся. Но когда мы находимся в одном и том же окружении все это время, в большинстве случаев окружение само по себе не развивается. И мы просто стоим на месте и практически, и, собственно, деградируем. А седьмой шаг, начните жить уже сегодня. Главное, делайте главным. Делайте сегодня то, что окажет наибольшее влияние на вашу жизнь. Это моя формула настоящего успеха. И по ней же, да, создан тест навигатора настоящего успеха, который есть в бесплатном доступе, просто введите тест навигатора настоящего успеха в любом поисковике, попадете сразу на мой сайт. 35 вопросов занимает 5-7 минут. И если вы ответите честно, предельно честно, вы будете потрясены ответом. Потому что вы получите сразу же развернутый ответ примерно на 10-12 страниц. Если не любите читать, там же будут аудиофайлы, которые можно просто послушать. И я вам расскажу все то, что там написано в этом тексте. Это наш флагманский продукт формула настоящего успеха и тест навигатора настоящего успеха, который помогает людям понять, что с ними сегодня не так, почему они не живут на полную, так как могли бы жить с конкретными рекомендациями. Да, и книжку можно будет... Книга будет сегодня. Мы взяли небольшую часть, в смысле взяли некоторое количество. Всех не хватит, сразу вам скажу. Поэтому если вы хотите, сразу найдите в зале мою жену Татьяну. У нее они есть. И быстро забирайте, пока они есть. Мы на самолете летели, поэтому мы взяли немного. Зная, как у нас покупают книги тренеров, которые приходят, Татьяне будет немножко поработать. Жарко. Да, жарко. Она привыкла. Да. Я проходил этот тест, и у меня самые низкие оценки были по наставнику. Можно немножко поговорить, подобрен поговорить. Как найти наставника? Здесь очень важно не идти на компромисс с собой. Потому что можно найти наставника, человека, который в этой же индустрии чуть-чуть более успешен, на пару шагов впереди. А можно искать наставника, который на 20 шагов впереди, на 200 шагов впереди. Не находится здесь, а находится где-нибудь, может быть, в Калифорнии или в Нью-Йорке. И не нужно себя в этом ограничивать. Чем более успешен наш наставник, тем больше у нас, не то что шансов, а тем больше будет наша скорость вперед и роста, вперед и вверх. И когда мы находим наставника, некоторые наставники предоставляют такую возможность работать с собой, как, например, я. У меня есть программа годовая, называется «Платиновая группа», программа «Бизнес-наставничество» с Николаем Латанским. Целый год я человека за руку веду и помогаю им устроить бизнес. Но люди могут быть наставниками, даже не зная об этом. Вы можете следить за ними, читать их книги, смотреть их интервью. Самая главная задача в работе с наставником, не, как некоторые это понимают, неправильно. Смотреть, что делает наставник и повторять за ним, это бесполезно. Это ни к успеху не приведет. Если приведет, то только к краткосрочному. То, что есть смысл делать, это смотреть на более успешного человека и задавать себе самый главный вопрос в работе с наставником. Почему это делает он? Или почему он это не делает? Когда мы задаем себе вопрос, почему с наставником некоторым сложно? Потому что, когда наставник говорит, делай так, как я сказал, многие люди растеряются, я не могу так сделать. Если человек, например, выбрал меня наставником, он за свое образование максимум платил 100 долларов за всю историю. А я говорю, возьми 1000 долларов, заплати сейчас. Даже не мне, кому-то другому, может быть, в той профессии. А он говорит, 2000 долларов, я не возьму 1000 долларов, или 10 тысяч долларов. Мне нет 10 тысяч долларов. Но если я говорю, надо, значит, надо это делать. Люди не понимают. Почему? Потому что на каждом уровне успеха свой собственный образ мышления. И этот человек наверху, он не оказался наверху, потому что у него сейчас новое, другое программное обеспечение в голове. И когда наставник говорит, большинство людей оперируют старым этим программным обеспечением для этого уровня. И никак не могут охватить этот, более высокий уровень. Поэтому с наставником, если уже выбрал, нужно за ним следовать всему тому, что он говорит. И задавать вопрос самый главный себе. А иногда может даже получится задать вопрос наставнику. Почему это делает он? Когда мы задаем вопрос, почему, мы в состоянии расшифровать образ мышления на этом новом уровне. И как только мы поняли этот образ мышления, он тут же переходит нам и помогает нам идти вперед и вверх. Поэтому два ключевых момента. Первое, наставник должен быть более высокого уровня и нужно слушать все, что он говорит. Второе, задавать самый главный вопрос себе, почему, а не просто повторять за наставником. Вот мы, когда, например, предлагали нашим гражданам купить тренинг Брайна Трейси, у некоторых говорили, а что мне скажет Брайна Трейси, это он же американец, это же в Америке работает, мы в Молдове, тут специфическая специфика. Как ответить на это возражение? С матом или без матом? Ну, давайте без матом. Как ответить? Можно сидеть как бы так вот, прям без матов, чтобы было совсем. Можно сидеть Ну, если будет с матом, будет очень популярный видео. Можно сидеть в своем болотце и ковыряться палочкой и рассказывать, как у нас пахнет по-своему, по-домашнему, а можно перейти на мировой уровень, тем более американский уровень, где самый развитый уровень в мире и сказать, вау, нифига себе, у них как круто, почему у нас не так? И начать разбираться со своим болотцем. Можно жить в болоте комфортно, но я под болотом имею в виду не Молдову, я имею в виду вообще в целом, когда человек говорит, к чему он меня научит, он там, это Америка и где-то еще. Таких в Украине точно так же, я скажу, а в Индии тем более. Можно жить на своем уровне, привычном, а можно сказать, капец, как мы дожились до сих пор, 21 век, у нас такое состояние и дорог, и отношений, и зарплат, и людей, и машин, и квартир, а у них так. Так они, наверное, точно знают то, чего мы не знаем и бегом бежат учиться к ним. То есть, что я, собственно, и делаю последние уже лет, наверное, 15-20. В конце давайте поговорим и про бизнес-завтра, который будет завтра. Что будет на бизнес-завтрике? Что получат там бизнесмены, которые придут? Разрыв шаблона и мозга, просто маленькие кусочки, тряпочки. То, что произошло до сих пор в более чем 20 городах в 13 странах, где проходил бизнес-завтрак каждый раз после вечернего мастер-класса «Разбудить себя гения», утром мы делаем бизнес-завтрак. Единственное, я могу об этом долго говорить, когда мы проводили мастер-класс в Риге «Бизнес-завтрак», в зале было более 100 человек на мастер-классе, на утро на бизнес-завтраке было 4 человека всего лишь. Я просто забыл прорекламировать бизнес-завтрак. И проходит бизнес-завтрак, он длится обычно на 3 часа примерно. Сидит у нас, есть наша клиентка, такая из Далга, пился, Дайна Кривеня. Сидит такая, говорит, Коля, через полчаса, как так получилось? Я говорю, что Дайна получилось? Все те люди, которые вчера были на мастер-классе, особенно бизнесмены, они все должны быть здесь. Ту информацию, которую ты делишься на бизнес-завтраке, должен знать каждый. Позавчера в Баку, в Азербайджане, я записывал видео и рассказывал, провел аналогию. Там как раз снимался фильм «Бриллиантовая рука», там где Никулин и Миронов падали, и говорили, черт побери, черт побери. И мы, как бы, на машине времени, такое на минус 50 лет, на бизнес-завтраке мы делаем перемещение на машине времени на плюс 2, на 5, даже иногда на плюс 10 лет. Я рассказываю то, куда мир идет, то, что каждый бизнес, и в частности, каждого бизнесмена ждет. И когда люди, люди слышат, то, о чем я говорю, на 99% все, что я говорю, это очень-очень новое. Это о том, как будут выстраиваться бизнесы уже в ближайшем будущем, и какие подходы вообще не работают и приведут к краху бизнеса. Мы говорим о сроке, о, как это называется, о жизни компании и почему компания умирает. Мы говорим о том, что нужно, что должен обязательно уметь, чем владеть владелец бизнеса, если он хочет, чтобы его бизнес процветал, а молодое поколение не наступало на пятки и не обгоняло его на очередном повороте. Это уникальнейшая вещь, это уникальнейшая информация, которой я не делюсь ни в одном своем подкасте, и даже в платиновой группе я не рассказываю. Платиновцы мне говорят, Николай, ну ты расскажи когда-нибудь нам в платиновой группе. Я говорю сразу бизнес-завтрак, 97 долларов, в зависимости от страны, сколько он стоит, и все на обучение. Потому что эти знания, это самый минимум 97 долларов, которые мы могли назначить за это знание. Потому что люди выходят оттуда и неважно, у человека маленький бизнес на полтора человека или у человека большая компания на несколько тысяч человек, люди выходят с такими глазами и они просто прозревают. Это бизнес-завтрак. Так понятно объяснил? Да. Есть какие-то уже результаты, те, которые были на бизнес-завтраке и имплементировали что-то? Понимаете, в чем дело? Бизнес-завтрак, это же, я-то сказал про машину времени, это не вот сегодня, сейчас, делай эту фишку, поставь на сайт, у тебя все будет работать. Нет. Когда люди, почему люди выходят с таким вот, я сказал, в клочи разрывается мозг, он разрывается, потом он собирается, но уже на качественно новом уровне. Люди просто выходят с пониманием, что нужно делать прямо сейчас и сегодня, если я хочу быть успешным и через год, и через два, и через пять, и через десять. Все, о чем мы говорим на бизнес-завтраке, это все стратегические вещи, которые гарантированно на тысячу процентов выводят бизнес на качественно новый уровень. Поэтому говорить о том, что мы только начали, буквально первый бизнес-завтрак состоялся в марте в Минске. И, кстати, интересно, мы когда были в Минске, первый раз, потом приехали в Минск через полтора месяца, и некоторые люди, которые были на первом бизнес-завтраке, пришли на второй бизнес-завтраке, говорят, вау, сколько всего успело за эти полтора месяца. Мы информацию все более и более утончали, шлифовали, и сейчас уже те, кто будут завтра на бизнес-завтраке, вас уже ждет просто настолько уже отшлифованная информация, настолько четко упакованная, что, в общем, вам повезет всем, кто придет. Да, вот Мне даже с нетерпением вот так сейчас говорили, как будто я сочный кусочек мяса И самое главное, что и мы с Таней, с моей женой тоже ждем эти бизнес-завтраки всегда Потому что люди приходят такого интересного уровня, такого калибра мощного Мы же там общаемся, мы же не просто выступаем, все слушаем Там мы делаем несколько специальных процессов для знакомства, для обмена связями, для обмена потребностями, для обмена ресурсами И мы сами с нетерпением ждем этих встреч, потому что эти люди, они особенные люди Люди, владельцы бизнеса, предприниматели, бизнесмены, это очень интересные люди, с которыми всегда интересно Поэтому мы сами никогда не знаем, кто придет, но когда приходят, мы думаем, вау, вот это крутой уровень людей пришел Если вы не чувствуете, что вы крутой, ничего страшного, приходите, мы вам поможем понять, что вы крутой Ни один человек еще, который пришел на бизнес-завтрак, не оказался по факту крутой Другое дело, что мы сами о себе можем думать, ой, ну у меня всего лишь тысяча человек работает, а у него пять тысяч человек, я не очень крутой Ну, с такой глупостью люди живут У нас больше в компании три человека, мы 800 человек делают Вот, у нас в компании сейчас три с половиной человека, и ничего, нам это было когда-то 20, потом мы поняли, что мы играли в эту игру У кого больше, но потом мы поняли, что это бесполезная игра И сейчас главное, у кого выше эффективность, кто может больше влиять при меньших ресурсах Да, вот это то, что ждет нас сегодня, то, что будет завтра на бизнес-завтраке Мы вас ждем сегодня вечером еще раз с 6 до 6.30 регистрация в отеле Ария Будет в конференц-зале на втором этаже С 6.30 где-то до 10, а может и больше, посмотрим, как А если вы смотрите это видео с опозданием, ничего страшного, есть сайт geniusinsight.me Да Разбуди в себе гения, вы можете посмотреть, где, в каком городе, в какой стране в ближайшее время будет мастер-класс «Разбуди в себе гения» Да, или если будет очень много желающих, может и еще раз Приедем с удовольствием, тем более тут ехать на машине от Киева 6 часов вообще Да, да, очень близко Я Валю Ротару и это Николай Латанский, хочу сказать вам спасибо за то, что вы смотрели нас, ждем вас вечером И поделитесь видео, поставьте лайк Да, и, а, кстати, в конце, как найти вас на YouTube Латанский.com или просто Николай Латанский в любом поисковике, сразу окажетесь на моем сайте А на YouTube я каждый день записываю и выкладываю новые видео Ждем вас Пока Субтитры сделал DimaTorzok